Книга «Открытым окон», том 6, тема литературы, вопрос 1586. Сейчас много стали выпускать видеокассет православных. Какие из них можно смотреть с пользой для души? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все не пересмотришь, все не перечитаешь. Это еще и Соломон подметил». И Клесянс 12, 12-14. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Понатащил я к себе домой семь видеокассет Юрия Воробьевского и его книжки. «Наступать на Аспида», «Прекровенная империя» и другие. Общее впечатление, что автор совершенно не знает о Христе. Ничего и не держал в руках Библию. А отсюда у него и при его энергии такой запах афонский. Ему все там дорого, все спасительно. Он ни звука не издает о благовестии Христовом. Абсолютно антиевангельское видение жизни и спасения. Даже отвечать не знаешь как, на чем остановиться. Он спасается на обломках корабля, которые называет мнением отцов. А фон у него излучает святость. Везде у него сны и видения, чудеса. Вот откуда понабрались Юрасовы и Гурьяновы и их последователи. Для них исповедь ключ – царство небесное. Вертящиеся и раскачивающиеся лампады – это все знамения о последних временах. Непроглядная тьма суеверий и неприкрытого языческого шатания наяву и в мозгах. Это же и есть чрезмерное преувеличение, приукрашивание желаемого. Все спасение на этих 80 километрах полуострова Афон. И еще в монастырях, где старый стиль. Такой болезненный бред несет, что этого Воробьевского отчитывать нужно за написанное и держать под епитиме до конца его жизни, пока он не выловит из народа все эти видеокассеты и книжонки тухлые свои. 1 Коринфянам 1, 22-25 Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человека, и немощное Божие сильнее человека. И ищут святости не в жертве Христовой, не в благодати водительства Духом Святым, не в шествовании по стопам Христа, а гоняются за лжесвятостью, за теми, кто напрямую нарушает всю жизнь повеления Христа идти в мир и свидетельствовать миру о спасении в жертве Христа. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Иоанна 17, 15 Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Марка 5, 19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал, Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Иоанна 8, 4 Между тем, рассеявшиеся, ходили и благовествовали слово. Православным полезно лучше не смотреть подобную продукцию, нежели научаться не в ангельском пути. О масонстве же он говорит хорошо, есть редкие материалы. И непонятно, сам ли их получил, или ему это отцедили эти же самые масоны и дали ареал информации. Сам по себе он выглядит хорошо, с бородой, но зачем же в галстуке-то масонском? И крестное знамение совершает прекрасно, но видно, что выдохся, уже и сказать нечего, а надо, и напротив своих книжных шкафиков и так нелегко против будет идти при Антихристе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!